Привет, друг! С тобой Эван. Сегодня вместе с тобой мы посмотрим новый бонусный проект под названием Millennium MTA. Я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. Эх, зашли мы посмотреть этот сервер. Ссылочка на него, айпичники, группа будет в описании ролика, как всегда. Ему, кстати, 31 октября исполняется ровно два года. В честь этого дня на сервере будут разыгрываться деньги и тачки, так что залетайте. Что я скажу, если на этом сервере есть тюнинг на все автомобили, есть куча автомобилей, которых нет на других серверах, есть куча новых систем, которых нет на других серверах, работа машинистом, работа разведчиком на истребителе, куча новых городов, кастомные дома и интерьеры. По классике таймкоды внизу и на ролике можете перематывать на самые интересные. А начнем мы с того, что заспамимся на сервере. Я вам расскажу про мой именной промокод, который даст вам бонус. Поедем, сдадим на права, ну а там дальше уже увидите. Мы зарегались на этом сервере. У нас сразу максимально необычная точка спауна от аэропорта SF. Здесь также стоит квестовый персонаж. Случайно я дошел на квестового персонажа. Здесь написано «Добро пожаловать на проект Миллениум МТА». Привет, меня зовут Иван. Как мне задолбали эти смс-ки, сейчас мы их выключим. Ты уже получил свой стартовый бонус 35 миллионов валюты и 35 донат единиц. Чтобы продолжить, нажми Enter. Отлично, ты можешь проверить свой банковский счет, открыв меню F1. Потрать 35 миллионов на несколько куртых тачек, купить дом или бизнес, решать уже тебе. Также мы дарим тебе VIP на один день. Открой VIP панель, нажав на клавишу M. Сейчас возьми в аренду слева от меня велосипед, отправляйся в школу. GPS F4. Прямо как сам, отвечаю. Там тебя будет ждать мой друг Алексей, он тебя направит дальше. Окей, значит слева, да, вот здесь аренда велосипедов. Если у вас нет роста, то ага, 200 тысяч, окей. 30 секунд, 200 тысяч, а! Ну перед тем, как мы поедем, специально для вас мне свой личный промокод. Заходим в F1, вводим ввести реферальный код и вводим большими буквами EVEN. И вы получите, так понимаю, за 5 часов игры 1 миллион рублей. За 15-2, за 37, ну и там дальше видите. И также этот промокод дает скидку на донат в 50% в первую неделю. Так что, пацаны, пользуйтесь. А мы летим в автошколу. Только метку я не поставил, мы сейчас найдем. Знаешь что, Алексей. Здравствуйте, привет, меня зовут Алексей, сейчас тебе нужно сдать на права категории B бесплатно. Может бесплатно? Ну ладно. У нас богатая автошкола, есть своя площадка, экзамен будет сдавать на новом Porsche Taycan. Ничего себе, реально, люди более. О, а здесь такая деза на тюнинге. Я думал, уже боком будем давать. Как получишь права, советую купить тебе первый автомобиль. Неподалёку ездить в европейском автошколе, он может сдать маршрут в GPS. Чтобы купить ещё один авто, тебе понадобится дом или квартира. Ага, это всё понятно. Далее, противороли перекупа. Ага, с уважением. Разработчики сервера. Серфи Маронов. Ага. Знаешь что, дальше заходим внутрь. Кастомный вот такой вот домик. Можете написать сразу в комментариях. Слит, не слит, как вы любите писать. А, знаешь что, легковой транспорт, да? Я думаю, нам... Так, сумме сдачи бесплатно. Ну, сдать. Ой, что-то настолько боком заспавнено. Да ладно. Летим. Taycan. Неплохо. Без звука. Кстати, они убрали вот это здание, вот это слева, которое ненужное. Вот. И сделали здесь и такую змейку. Блин, это классно выглядит. Это прям схема из автошколы, даже из сити-кар-драйвинга. Вот прям что-то похожее прям было. Реально. Оп, и последняя точка? Да. Ну все, вы успешно сдали на права. Юху, теперь мы свободны, пацаны. Какой-то добрый игрок Quizlet решил нас подвезти на Audi RS6, новая в кузове C8. Также в F1 есть очень интересная штука. Нажимаем и здесь есть кейсы. Здесь есть кейс бюджетный, элитный, роскошный, эксклюзивный. Давайте откроем каждого по одному. Вот. И здесь, в принципе, написан список содержания кейса. Это 200 доната, 70 доната, 50 доната, 3 парковочных места, 10 миллионов рублей. Поэтому давайте мы купим. А вы выиграли 10 миллионов. Забрать, конечно. Я думал, как-то это будет, не знаю, какая-то крутилка, вертелка. Ну да ладно. Поэтому элитный открываем. Значит, Mercedes-Benz Hammer, 300 доната, 200 миллионов, 150 миллионов, 10 парковочных мест, 8 парковочных мест. Мне бы 10 не помешало. Ну и 8 тоже неплохо. Роскошный автосалон. Тьфу, роскошный кейс. 222-й. И здесь места, вот это все. 10 парковочных мест. Ну, в принципе, я бы заказывал тебе на. Maybach Pullman, 800 доната, VIP-самолет. Это еще вертолет, так понимаю, Lukan, 20 парковочных мест и Bugatti Chiron. Давай мне Lukan. Ну, походу, мне дали вертолет, да. И больше у нас здесь, собственно, ничего не доступно. Это уже спойлеры пошли. Вот так выглядит как-то шкала заполненности F3, так понимаю. И с каждой покупкой автомобиля она будет заполняться. Это выглядит прикольно. Кнопки, тачки. Давайте посмотрим, что это за тачка. Это вертолет. Да, это вертолет. Вот такой вот. Ну, в принципе, люди боли, можем полетать. У меня же правов нет. У меня же правов нет. Ладно. Поехали дальше. А если мы нажмем F10, здесь есть донат единицы. Так, подожди, они связаны вообще? А не, они связаны. Окей. И здесь мы можем выбрать... На эти номера не приходят штрафы. Форо Захаразин номера. Серьезно. Осетинский. Надо все купить. Ага. Лада Приора. А что, ее купить нельзя? Скин мафиозик. Випка. Вот здесь можно, в принципе, за донат очень много чего купить. Но я хочу... Девушка полицейский. Рикардо Милость. Все. Оплатить. Можно сразу. Во. Вот это обалдеж. Так, я не понял. А это что, мы не подписались на канал и лайк не поставили? Так дело не пойдет. Либо делай сейчас, либо загребешь. У тебя здесь секунд. Штраф сердечек. Ну и как нормальный пацан, я сразу поехал себе покупать тачку. А покупать тачку я буду непростую. А почему? А вы сейчас увидите. Не, я уже знаю, что я куплю вот это точно. А потом узнаете почему. И в белый сразу. А теперь самое главное. Это тюнинг на Кадиллак. Диффузор. Мониторы. А вот мониторы появляются. Так, их добавляем. Дальше шильдики. Накладка на номер. Что меняется? Дизи. А, серьезно? Ладно. Не, не хочу. У нас будет получше номер. Сплиттер. Свадебный. Вот это ради того. Ради этого. Я купил. Где-то видели? Просто Кадиллак на русских номерах. С тентансионом. И свадебными кольцами на капоте. Это капец. Одна фича, которой не хватает этому Кадиллаку. Это номер. Выбираем военные, полицейские, федералы. Выбираем Forza Horizon. Хотя нет, давайте не Forza Horizon. Давайте. Хотя давайте, да. Forza Horizon. И просто напишем свадьба. Можно такой поставить? Свадьба. Реально. Короче, X с ракетницей на Кадиллаке. С Forza Horizon номерами. Свадьба на латинице. Вернее, на русском. С кольцами свадебных на капоте. Тонированным с мониторами, как в этого. Это капец. Здесь телефон есть. На Z VIP. Ага. Карта. Ага, ничего не открывает. Навигатор. Это GPS. Окей. Закрыть. Можно закрыть, да? Гараж. Это F3. Радио. Это всякие автомобили. Окей. Объявление. Закрыть. Сообщение. Репорт. Камера. Камхак. Выход. Это серва или что? Магазин. Да, походу это еще функции недопилены. Теперь, я думаю, можно поехать на одну из местных иврублевок и купить себе дом. Ну, пацаны, я, собственно, приготовился к гонкам и купил вот такой вот Макларен. Идеальный просто. Но нам нужно сперва заехать в свой райончик, купить какой-то домчик. Здесь Police Department просто есть сразу. Магазины и кастомные дома, которые выглядят максимально офигенно. Так, вот это неинтересно, вот это самбовский, вот это все. А вот это, что слева, это прям интересно. Поэтому еще заправка своей личной есть, пацаны. Она находится в заброшенном аэропорту Лас-Вентурас. Как вы видите, зеленые дома еще есть. Поэтому успевайте покупать. Заходите на сервер. IP-ссылочка на сервер, на группу, будет в описании ролика. Поэтому заходим и упускаем шанс забрать какие-то кастомные дома. Собственно, что, давайте посмотрим на этот дом. Но текстуры прям очень качественные. Прям реально. И выглядит очень охуенно. 150 доната, поэтому заходим. Приобрести ключ 0000. Можете, в принципе, ходить ко мне в гости. Вот. А внутрь продать игроку, сменить ключ, зайти в дом. Наверное, не заменен. Заменен! Смотри, смотри, какая кухня. Такая маленькая, с плазмой. Дальше, дальше. Это получается как бы однокомнатная квартира. Сделана с любовью. Ну и, конечно, это не мой единственный дом. Есть еще одна рублевка, которая находится в Асайф, недалеко от спавна. Там всего лишь 4 домика. Я, конечно, сюда прибежал и забрал один, который стоил 550 доната. Оформил ключ 4 единички. Заходите. Большой дом. Большой интерьер. Большая парковка. Вы еще сегодня его увидите в ролике. Ну, мне, честно, понравилось. Ну, а сейчас на экране, я думаю, вам можно показать еще пару городов. Один находится недалеко от клуба Джизи в СФ. Просто заезжаете на мост, едете, и там просто большой такой как бы город с домами и зданиями. Еще один маленький второй город находится в Лас-Вентурисе, справа в углу карты. Там есть большой мост, заезжаешь, едешь, и там просто маленький город с домами. Ну, а дома и города, это не их конечная точка в маппинге. Сейчас вы можете видеть на своих экранах мост ЛСВ с внутренним интерьером, который выполнен в стиле кафешки. Ну, я думаю, теперь можно немного рассказать о гонках. Собственно, в F1 мы нажимаем, вверху переходим в гонки, выбираем тип, либо на 3 игрока, либо на 2 игрока, заходим. Также внизу ты можешь купить за игровую валюту бонусы, которые будут давать тебе преимущество в игре на некоторое количество секунд, по типу прижимной силы, ускорения, турбо-бусты, починки и т.д. и т.п. Нас т.п ходит на карту, вы на двух автомобилях сражаетесь, и когда едете к финишу, вам дают бабки. В принципе, система очень прикольная, погоняться с друзьями с вас ничего не требует, а взамен вы получаете деньги. Если вы также хотите поразвлекаться, вы можете зайти на G-Zone, в чате будет написано, можете зайти и постреляться со своими друзьями на вказанном оружии. Также, если вам это всё надоело, вы хотите экшена, хотите борьбы, погони, есть такой квест, как угнанный автомобиль, что-то такое, на карте спамится автомобиль, на нём ставится метка, вообще в любом городе, в любом месте, суть ваша, это приехать первым, забрать автомобиль, вас другие игроки будут перехвачивать, вам нужно будет отвезти этот автомобиль на метку, которая тоже будет обозначена на карте, в этот момент вас могут убить, перехватить автомобиль, а после того, как вы привезёте автомобиль на место, вы получите деньги. А, ну и как же, я забыл, здесь есть также казино, красный, чёрный, зелёный, ваша любимая, переходим, тратим бабки, ну или выигрываем, как вам повезёт. И предпоследний пункт в этом ролике, это работы. Сейчас мы посмотрим работу машиниста, а после этого работу истребителя, работу лётчика, работу разведчика. Пацаны, теперь самое интересное, это работа машиниста, где вы такое увидели? Машинист, покидать поезд запрещено, следуйте между станциями, останавливаясь на них. Начать. О, электричка, прикол. Чё, первый пассажир выходит, да? А внутрь можно забежать? Я думаю, да. Блин, а надо будет потом спросить его и прям как-то внутрь забежать, вот где-то так побегать. Такой чистой на электричке по Сан-Андреасу едешь. Как же я давно видел поезда вообще в GTA San Andreas, а тем более на серверах вам-то я никогда вообще не видел. Было бы ещё прикольно, если поезда ездили не только те, на которых пацаны работают, а ещё какие-то NPC на грузовых поездах. Было бы тоже прикольно. Пацаны, если вы не видели машиниста от первого лица, то это выглядит как-то так. О, а интересно, что сейчас будет? Не жопа? Не, нам норм. Ну, 160 на поезде, нормально. Есть вообще вариант его с пути сбить, не? Ладно, тормаживаемся. А, ну тормозить не нужно. Ожидайте посадки пассажиров. Вот, блин, жалко, что нету NPC. Добавлялась бы какой-то реализм, шо ли. Короче, я наработался. Мы покинули рабочую смену. Смена завершена, чтобы получить заработанные деньги, вернитесь на базу. Ой, ещё пацан какой-то пришёл работать. Машинист, всё, я всё. 51 тысячу рублей. О, работа разведчика. Нам требуется пилот с высокими навыками. Ваша задача разведывать секретные объекты и фотографировать их. Требуются права на управление. Так, это у меня есть. Ух ты, ема, здесь заменёнка. Это гидра. Окей, мы взлетаем. Значит, что? Нам нужна первая точка. Это куда нам лететь? Это, ага, это VLS, я так понимаю. Ну что, как бы поднимаем шасси. Как это делается, уже забыл. Нам пять, нам восемь. Ааа, крылья нас двигаются. Ема. Вот так, я так понимаю, турборежим наш действует. Ещё нужно шасси убрать. Только шасси не убираются. Ну да ладно, полетели, короче. Ой, ема. Не, шасси убирается. Так, это я что-то затупил. Что-то у меня не убирается. Опа, метка у нас вверху где-то. Ну, залетели мы на метку. Что-то всё запорезилось. Фотка появилась. Окей, а что нам делать нужно? Лазад, наверное, камера, да? Ой-ой-ой-ой, стой-стой-стой-стой. Кам-хам-кам-кам-кам-кам-кам-кам-кам-кам-кам-кам. Всё сфотографировалось. И теперь нам просто нужно улетать. Всё. Куда? А, на метку. Полетели. Снимки успешно приняты. А, это мы, получается, сдали снимки. Понял? Также, кроме этих работ, здесь есть работа на ферме, работа комбайнёра. Можете туда поехать, позарабатывать там бабки. Либо зайти на работу медика. Она здесь тоже необычная, как на других серверах. Здесь тебе дают вертолёты, летаешь, выбираешь. Пацана, у тебя есть количество времени, сколько ему остаётся ещё жить. Тоже прикольно. Ещё другие-другие работы. Ну, как мне сказали, что этот сервер зациклен чисто на автомобилях, на моделиках, на автомобильных номерах, которых задано здесь уйма. Сейчас вы всех их увидите. Также здесь есть тюнинг буквально на все автомобили. И сейчас я вам покажу свой автопарк, который состоит из тех автомобилей, которых нет на других серверах. Смотрим. Давайте сразу пройдёмся по моему автопарку. Сразу говорю, что после этого видоса эти все автомобили пойдут на был рынок. Так что IP на сервер будет в описании. Заходи, успевай забрать тачки. Знаешь что, давайте начнём с этого края. Это Subaru 22B. На дубайском номере. Вот такого. Потом идёт Honda. Это что, Civic получается, да? Я не помню, как этот кузов называют. На RSO номерах. Если честно, я уже не помню. Вот. Следующий это Eclipse. На чёрном фоне белые буквы. O'Connor. Дальше Nissan 370Z. На, я так понимаю, армянском номере. Вот. Дальше у нас идёт СОРР. Как бы необычный автомобиль. Потом идёт BMW 3. Просто на каждой автомобиле, ещё раз повторюсь, очень много тюнинга. На номере от Forza Horizon 4. Чтобы вы понимали. Vesta в обвесе бешеном. На Kia Rio номерах. Потом идёт федеральные номера. На приоре. AMG, кстати, обвесе. Типа AMG. Как говорят все. Потом идёт нас McLaren Senna. Где вообще никогда её не видел. На именном номере Evan. Давайте с этой стороны. Идёт полицейский бобик типа. С номером Fuck Police. Дальше идёт мой любимый Cadillac Escalade. На номере от Forza Horizon. С русскими буквами. С кольцами на капоте. Шариками. Ну, баллёж. Идёт нас дальше Rolls-Royce с брёвнами. С чёрными матовыми бамперами. Спереди и сзади. На разварках. С номером RRR. Три семёрочки. Дальше идёт нас QX80. С именным номером Begemot. Так-так-так-так-так. Вот такой вот в обвесе. Вообще бешеным. Красивый. Теперь внутри нас стоят два Mercedes. Это Hammer. Номер на военных номерах. И обычный CLS. Вроде как-то так. На полицейском номере. И хотел бы ещё показать уникальность этой модельки. Что здесь даже фары загоряются. Просто как в реальности. Просто, пацаны, смотрите на фары. Оп, и загорели. Дальше идёт у нас Gelex 6х6. К сожалению, здесь номер не отображается. На скором времени будет отображаться. Если вы его купите, на нём будет номер 15 см. Мне больше ничего умного в голову не пришло. Дальше у нас идёт Mercedes-Benz Maybach Pullman. Что-то такое. Короче, лимузин на дубайских. Именно красных. Были дубайские чёрные. И теперь дубайские красные номера. Вот такие вот. Буханочка с тюнингом тоже неплохим. Дальше идёт у нас идёт три muscle car. Которые нет в других серверах. Это Chevrolet Blair. Вот такой вот с номером ГАЗ. Дальше идёт такая вот деревенская импала с багажником. С таким вот колхозным. Хотя не колхозным, а нормальными дисками. Ford Mustang. Типа поникар. С номером пони. И гитаркой внутри. Ох, чё-то видос я затянулся. Поэтому давайте подсуммируем. Здесь ещё очень много чего можно рассказывать о сервере. Но мне просто не хватает времени в этот летсплей. Знаешь что, при заходе на сервер, ссылочка на него, на группу, на беседу будет в описании ролика. Заходите, играйте, при регистрации вводите мой промокод большими буквами Evan. Получайте деньги и скидку на донат 50%. Также не забывайте, что все мои автомобили, которые только что видели, сейчас стоят на был рынку. Можете зайти купить, пока их не раскупили. Тачки, дома, покупать АПК свободные, бизнесы. Кстати, давайте так, кто найдёт мои бизнесы и скинет мне скриншот ВК, я вам отошлю по 50 миллионов. А я думаю, у меня на этом всё. Пишите в комментариях, как вам этот сервер, понравился или нет. Мне сейчас там понравилось. Я здесь играл 6 часов и вообще не заметил, как они пролетели. Подпишись на канал, чтобы не пропускать новые интересные ролики по разным проектам в МТА и в ГТА 5. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми, никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Левен. Всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока-пока.